приветствую вас братья итак у нас сегодня плановые учения поэтому устраивайтесь поудобнее готовимся конспектировать повестка стандартная отправляемся на inferno build естественно против тиранидов тот основной который я и показывал вот при этом геймплейное видео я буду записывать третья была на снайпере получается 4 миссии но вот а это у нас как раз чистый хаос обязательно ее тоже посмотрите чтобы понимать в чем разница геймплей на они все равно у нас будут отличаться вот и еще один момент очень важный это как говорится это параш так а чё с пингом красный но думаю что не так критично это будет в нашем геймплее вот поскольку я все-таки умудрился почти 120 130 часов от фигарить себя от фигарить в эту игру за неделю за неделю крышу мягко говоря у нас потекла поэтому пусть она у нас течет у всех вместе приятного просмотра мы начинаем так того что не будет может мне вообще все это прислышалось а я этого не было а нет вова заработала заработала кархарадончик ребята идут в атаку наслаждайтесь а если вы думаете что там она одна а вы зря вы так думаете так перки смотрят задержка брони все члены восстанавливать больше оспаренных это окей и так штурмовик чего мы боимся да ничего мы не боимся стрелков мы боимся но это мы так боимся просто с умом действуя на все естественно я столько сделал акцентов в основном гайде на том что у нас range оружие очень мощное мы поэтому сразу же смотрим что мы этим делом пользуемся так три стрелка ребят нехорошо стрелки это нехорошо на стрелков мы если что всегда готовы потратить гранаты потому что если вы выходите один даже всего в трех войнам стрелков это очень опасно лучше на всякий случай киньте гранату чтобы застаггерить в процессе их убийства но это так советы потом уже по обстановке научитесь действовать в принципе потом уже сами по обстановке научитесь действовать главное смотрите в целом за май на то как я себя веду то есть чтобы с вами делаем пока сближаемся обязательно используем раньше у нас очень много патронов даже если выйдет босс у нас хватит и на босса патронов и еще после него останется так 3 так этот четвертый промазал пятый право шестой седьмой в общем вот это сейчас я наглядно показал сколько урона на пистолете то есть меньше чем собой мы забираем элит ников причем неважно хасидского или вот здесь вот и ручку понятен кто ее схватит мне интересно будет ли это бастион конечно же это бастион 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 и ребята конечно в игре это мусор большинстве случаев крайний мусор люди вообще не понимают зачем они играют куда они играют и на что так видим толпу в толпу тиранидов мы смело с вами врываемся если мне нет мин после врывов толпы нам надо желательно всегда найти глазами того моба который у нас считается отброшенным и которого мы можем в которого сделать можем карательный выстрел потому что уровень брони на штурмовике мы должны постараться поддерживать все время в максимальном состоянии и это очень важно это очень важно это и есть сильная сторона штурмовика что он себе такое может позволить с моим соком оставили человечку пусть даже знала соком это у нас народ на канал подписывается так что не пугайтесь слушайте песенку и наслаждайтесь вот так вот в танцы в танцы надо разваливать все танцы ребятки ну а удара у нас уходят на элитника в целом но проблемы если говорить про стрелковых элитников тиранидов они во-первых доджат а во-вторых вот комбинация почему благодаря которой мы всегда с вами на элите 2 2 брони на тиранидовской они очень много доджат они разрывают расстояние и убивают тебя именно тем что на додже постоянно в тебя запускают полную обойму что касается выкарательного выстрела если у кого-то вот сомнения есть про эффективность его то есть ребята я тут билд не проверил может быть я не в правильном бил одним очень неважно в любом случае я буду показывать как все надо правильно делать я просто увидел свой командный навык и может быть я зашел после хаоса я не знаю я не знаю вполне возможно вполне возможно капитан лагерь кажется заброшен да может просто именно командный первый сменил но ради интереса когда игра закончится в этот раз даже сохранить и посмотрим так здесь у нас очень много мусора вон кстати тот самый товарищ которого нужно найти и застрелить промежутках между прыжками также не забываем после прыжков делать доджи это нам помогает избегать тоже лишнего урона когда волна большая точнее противников очень много я сейчас полом летал на месте вот это тоже помогает избегать лишнего урона так видите идем абсолютно спокойно абсолютно ровно без напрягов если знаем чё куда и зачем но первые проблемы начнутся да я лагаю что ли не помню чем не персонаж летает вот первые проблемы начнутся на первом и венте вот на этом заводе а почему потому что там 360 градусов начнут вылазить противника и как раз таки то как вы быстро сможете реагировать как быстро избавляться именно от стрелков причем не бежа не бежа к ним сумасшедший там и пытаясь размахать их кувалдой а именно с рейджа их надо будет уничтожить и тогда все будет хорошо если же вы будете за каждым стрелком на таком заводе гоняться и пытаться его кувалдой замахать ничем хорошим для вас это не закончится ничем хорошим для вас это не закончится на штурмовике бегая за одним напомним что 10 у вас сидит на хвосте и рвет вам жопу вот они мины те самые пресловутые а это этот бежит такое я понять не могу что-то его застрелить не получается не забываем что у нас встроенные 50 процентов на уклонение на штурмовике особенно это важно на хаоситах ни в коем случае не закликивайте то есть вот это вот и пошли крутить крутить нет один раз нажали дождались увидели какую команду отдадите дальше есть у вас интервал времени чтобы давать на атаку например на хэви атаку или же его нету потому что как я сказал хаоситы запросто у вас могут в эту атаку вставить ауэнан вымер огнеметчики ауэ огонь который оторвет вам две трети лица через всю броню поэтому никаких закликиваний на штурмовике ни в коем случае пить его нам 100 нас напрыгнул тут процессе прыжка но нам плевать потому что мы мы что мы не закликивали и сразу же поразили цель которую мы откинули восстановили броню и по сути говоря ушли с чем пришли с тем ушли ну как с чем пришли с тем ушли уничтожив при этом всех противников естественно просто без потери своего лица вот сейчас будет завод здесь будьте внимательны смотрите что я буду стараться делать естественно не все и всегда получается бывает у каждого каждый может ошибиться может абсолютно по рандому залететь разная сетую вина до который вы можете быть просто в этот момент не готовы но и ну и что чем больше таких ситуация с вами произойдет тем больше опыта вы наберетесь так за антропа это мы быстро расстреляем наши пати это не проблема у нас тем более солдат имеется так пойдемте проверим ресурс ресурса нет вот так вот штурм должен быть на кайфе постоянно понимаете он не должен как бы вот это вот переживать там там три выстрела ребята чтобы снять призыв метку призыва вот сейчас ситуация да видите стрелков много у нас какие варианты действий правильно один из них прыгнуть вот хорошо я этого не сделал стрелков там двое а может быть и больше то есть мы этого сейчас не знаем да их вот еще один например здесь ходил впрыгивать в четырех стрелков с кучей маленьких стрелков это опасно тем что вы останетесь сразу же мертвым если вы обратили внимание прыжком естественно я прыгнул не в убогого элитника который по сути говоря не представляет собой особая угроза если только вот не отдаляется от вас вот таким вот образом и не будет стрелять по вам то есть еще раз первую очередь надо поразить максимальное количество целей в случае с тиранидами это мелочь и дальше уже по одному разбираться с элитниками на случай также напоминаю если элитников больше двух стрелковых причем именно вот воинов с вот этим вот расщепительная пушкой которая не лазерным стреляет а именно чини снайперка а вот так вот то в этом случае не брезгуйте бросить гранату для стаггера во второго пока вы разбираетесь с одним киньте во второго гранатой просто это вас обезопасит и еще раз говорю даст вам время необходимое чтобы убить первого потом забить второго мелочь салбает сразу же видите то и сейчас вот например ситуация получилась это в чем проблема в том что во первых молотом парировать тяжело во вторых парировать он может только одну атаку какой генератор сейчас ребят здесь нужно это то есть у молота очень плохо с парированием зато очень хорошо с убийством от мины 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 видели видите вот здесь вот очень частая ситуация когда ты здесь прыгаешь и прямо впрыгиваешь в мины которые могут прямо здесь тебе заспауниться без шансов так сказать а здесь еще видите кто здесь еще вон оно что так я главное что смог этот убрать тихо сейчас я здесь ряд разберусь ведь эту мины шмины вот почему нам очень хорошо что в этом билде мы отлично восстанавливаем с вами броню именно чтобы вот в таком окружении тираниды нам ну реально не представляют собой какой-либо угрозы будут здесь особые дофигища там бронированных там воинов вообще пофигу вообще пофигу единственное кто представляет собой угрозу для штурмовика но здесь неважно в такой ситуации то есть тираниды или хаос это только стрелки и в случае с тиранидами это мины и тогда ты неосмысленно вот так вот впрыгнешь здесь про но это опять же просто внимательность ваш или везение если вдруг это тупо спам у вас то есть вот эту ситуацию где мы сейчас были в полном окружении можете пересмотреть пересмотреть что здесь не надо паниковать что вообще скажем так не то чтобы для штурмовика это проблема это на него наоборот очень хорошо а вот штурмовика ситуации проблемы с тиранидами практически не может быть проблема для какая для штурмовика именно если про толпу говорить это если огромнейшая толпа при этом нету ульты и при этом при этом нет элита если есть элита штурмовику пофигу потому что мы восстанавливаем с вами две брони с каждой элиты и делаем это буквально таки за несколько секунд за несколько секунд если элиты нету нам нужно просто ульта с которой мы убьем абсолютно весь мусор никаких усилителей нам для этого также не требуется так что это уже третья атака на генератор это уже у нас третья атака на генератор за эту крашку я бегу я бегу я прибежал додж выстрел в того самого противника снова прыжок снова нашли глазами вот опять же в мины влетел если вы не поняли что произошло то я вам объясняю мины заспаунились прямо в нас вот поэтому очень важно вот эту вот броньку поднимать ту самую первую видите они тут спаунятся вот прямо и влетают в тебя и а если ты еще и в этот момент в прыжке был как бы ну все что ты можешь сделать ничего ты сделать не можешь все мы наконец отбились все мы наконец отбились потому что это значит что он занят четко правильно правильно так сейчас кто то у нас пол а ты за раза откуда можно вот так вот делать соответственно с вот этими особыми противниками когда он быстро там переметнулся не сожрал братишку нам на нет сожрал поправочка сожрал очень легко дожими назад соответственно уходите из-под этих гадов для нас особый противник умирает с двух комбинаций то есть это тоже брэкпоинты по которым я замечал замерял дамаг в принципе в билде потому что изначально у нас без прокачанной стрельбы без карательного выстрела то особый противник умирал с четырех комбинаций в нашем билде в который я вам дал то он умирает с двух комбинаций полных элитник с 1 с 1 в общем все идеально так как и должно быть что базу качала там так босс у нас не было значит сейчас либо этот будет садов корнифекс либо из антроп да скорее всего выползут все видите то есть количество выстрелов очень маленькая требуется по сравнению с плазмой поэтому я бы не сказал что это лучше плазмы или хуже плазма вот в один ряд я бы поставил эту пушку с плазмой то есть первое место они занимают и прям вот два классных второстепенных так гранаты есть гранат нету аптечка если что есть на всякий случай случай бывает всякий плане к ресурс любой стены а успех скоток глубокому сканированию не установить наш флаг все пройдет финальное событие в инферно самое веселое для штурмовика опять же тоже может произойти пока когда выходят за воду например если с двух сторон выйдут стрелки это прям больно будет вот плазма даже не собиралась запускать потому что я хочу сбить по лицу а еще заодно пострелять хочу пострелять для чего чтобы показать вам что это в принципе естественно не как мультиваритель но в целом вы можете всю волну вот это восстановить с этого пистолета благодаря сквозному выстрелу просто чтобы тоже это понимали важный момент такой так здесь обязательно помогаем киммейтом потому что для них волна это как бы проблема может возникнуть до чтобы такого не случилось мы помогаем вот наши две брони классические которые мы тут выхватываем все время и везде сейчас будут завода идти вот здесь вот надо быть просто внимательным пока вышли с одной стороны класс я чё было сейчас я не понял что сейчас произошло то есть что меня выбило из колеи но что-то меня выдало попробую вернись называют так вот и все как я сказал конечно это событие лапа до штурмовика с точки зрения по сравнению со всеми другими классами здесь если говорить про конкретно сам класс то есть без всяких преувеличения то есть там мультиваритель мультиваритель может любой дурак взять мультиваритель может любой дурак взять а это конкретно вот отыгрывает полностью сам класс для без каких-либо этих прикол деса я слышал меня там сбила воздухе в прошлый раз полет готов все пора ребят пара разгонять движки вот так вот вот так вот делаете вот это вот упражнение два раза в день ребят и спина болеть не будешь и спина болеть у вас не будет как же хорошо смотрится кровь на белом доспехе согласитесь я вообще ништяк ну вот это вот все основные такие моменты напоминаю что если геймплей вы увидите от меня и он будет все правильно на хаосе на четвертой карте то обязательно посмотрите как там она ведется то есть на тирамидах мы себя чувствуем более вольготно на хаосе надо быть более аккуратным потому что там все неприятнее там все стреляет там если здесь ситуация где вас окружила 45 воинов и все стрелковые это как бы все таки не правило а больше исключения то с хаосом все стрелки поэтому это всегда правило и вот именно из-за этого вам и нужно быть аккуратными в том числе по геймплею то есть следить очень тщательно за позиционкой чтобы не оказаться вот в такой ситуации где вы впрыгиваете и стоите вокруг пятерых тысячников которые вас в этот момент прижимают все белки на огнеметах то есть кто-то сферу под себя даст кто-то огнеметом вам в лицо пыхнет вы и покатитесь кувырьком и так далее штурмовик очень сильный персонаж за счет говорю встроенных еще 50 процентов на уклонениях это один из лучших кайтеров и убийцев там боссов с какой-то степени да но при этом при этом нужно понимать что уязвимые места у него тоже есть правда благодаря этим уязвимым местам а многие ноют что это худший класс в игре на нем играть невозможно это потому что ну людям уже ничего не поможет они даже не пытались ничему учиться а вот давайте проверим еще билд как я сказал мне интересно у меня тут один навык видите выпал один навык выпал из общей конфы из-за этого вот с этим можете обратить внимание что не всегда добивание было сразу второе добивание чутка где-то все время не хватает на чистых персонажах в том числе кстати на я только что осознал в бою с этим ривером когда он вышел то же почему было урона недостаточно чтобы вот прям с двух четких с двух добиваний потому что я неправильный стоял навык ребят но надеюсь все остальное бил где хотя бы правильность стояло сейчас я чекну да все остальное видите правильно стояла вот это вот стояла видно я с хаоса переход заходил и все переставил кроме того что нужно забыл командный перкс я сразу вот зато вы можете наглядно увидеть разницу обратите внимание в игре как я говорю вот в боях с спешилами соответственно вы сразу это чувствуете не все элитники нужно сделать гораздо больше ударов чтобы забрать их с комбинацией типа два удара парирование две брони плюсов этот навык против тиранидов обязателен но в то же время можно играть с этим вы это тоже сейчас наглядно увидели в игре но он уже не настолько профитен будет потому что тиранида главный откат это вот это все на этом ребята моя неделя закончилась моя идея вы и дали закручивать где-то там я устрою голосование за следующего персонажа тоже имейте это виду надеюсь что видео вам будет полезным и как всегда как всегда ребята что после него у вас все уже будет получаться на чем обнял поцеловал спасибо за просмотр всем пока